Дача Ну, теперь держись С весны до осени мы с телеоператором Юрием Авласовым колесим по стране, забыв покой и сон Помещается ли одна ягода, клубники сорта Азия? Ну-ка, конечно Наша главная цель – встретиться с опытными дачниками, учеными и рассказать о тех новинках, которые они внедряют в садово-огородном деле Это программа «Дача» и мы начинаем Как настроение? Здравствуйте, надеюсь, что хорошее, потому что дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что предстоит много нового, много интересного Ну, а мы поможем вам, чем можем Итак, что увидите сегодня? Сегодня на даче Что это вообще за необыкновенная герань? Это королевская герань Аристократка среди пеларгоний Королевская герань сегодня в моде Как размножить красавицу? Может быть, попробуем экскаватором-ковшом подтянуть на крюке ее и потом поднимем? То есть проблем не будет? А вот, ребята, решили сами посмотреть Не будем помогать Экскаватор, экскаватор Такого вы еще не видели Роскошный сад вырастает прямо на глазах Вот это за моей спиной тоже совершенно недавно посаженный дуб Когда вы его посадили? На прошлой неделе Существуют теневые солнечные бегонии Так Солнечные недавно появились в продаже Учимся выбирать бегонии и узнаем об особенностях этих цветов Цветы всегда украшают настоящего мужчину Тишина весеннего леса нарушает шум стройки Я приехала сюда по приглашению вот этой деятельной девушки Юлии Чемердовской Юля председатель правления Специалистов ландшафтной индустрии Беларуси Директор дизайн-студии «Фитония Арт» Сегодня здесь идет посадка крупномеров Выгрузить деревья из машины непросто Раз, два, три Крупномеры Взрослые деревья от 3 до 15 метров в высоту Которые высаживают с декоративной целью Крупномеры – это здорово Не было дерева, и вот оно есть Маленькое чудо Как правильно должен быть упакован корневой ком? Ведь не просто так, я смотрю, что здесь какая-то решетка, да? Ком, ну, для начала Он достается специальной выкопочной машиной Она его так вот аккуратненько достает, поднимает Для того, чтобы он не развалился И в процессе транспортировки не повредился Его сначала обкручивают мешковиной И потом в металлическую оплетку Она нужна для того, чтобы зафиксировать, скрепить его, чтобы он не развалился А оплетка будет оставаться, или вы будете ее вынимать? Снимать мы ее полностью не будем Она остается в посадочной яме вместе с мешковиной Она перегнивает в почве Корни через мешковину и через нее очень хорошо прорастают Дерево укореняется И надо только что после посадки вот так вот раздвинуть немножко и мешковину И кусачками оплетку перекусить и ее освободить корневую шею Да, абсолютно, бояться этого не надо С таким посадочным материалом ни в четыре, ни в шесть рук не справиться Не случайно повсюду техника Вот ребята пытаются выровнять грамп Первая попытка обойтись своими силами проваливается На помощь приходит экскаватор Дерево выровняли, теперь его нужно закрепить Сейчас мы будем выполнять систему внутреннего крепления кома Сначала мы укладываем сверху на ком вот такую вот подложку Чтобы не повредить ремнями, которыми будем натягивать корневую систему сверху Потом, для того, чтобы зафиксировать ком внутри ямы Мы используем вот такие вот якоря, анкера Вот, они загоняются в землю под ком Очень плотненько туда, туго, далеко Потом на ремни натягиваются и ком оборачивается вот этими вот ремнями И таким образом он пристегивается прямо к самой земле Это нужно для того, чтобы зафиксировать дерево В период, когда молодые корни начинают разрастаться и приживаться Чтобы дерево не шаталось, не травмировало эти корешки Ну, чтобы оно не упало, естественно, тоже Вот, и прелесть этой системы в том, что она находится внутри ямы И ее не видно То есть нам не нужно ставить огромные растяжки Тросы натягивать, чтобы дерево не повалилось Это все внутри, аккуратненько Анкера забивают, а мы пока пройдем по территории Здесь будет база отдыха Вряд ли кто-то из будущих гостей задумается над тем Как давно растет на территории базы вот этот дуб Вот это за моей спиной тоже совершенно недавно посаженный дуб Когда вы его посадили? На прошлой неделе На прошлой неделе, видите, как будто он здесь рос все время Да, да А насколько быстро деревья переживаются, Юля, те, которые пересажены с корневым комом? Ну, все зависит от качества подготовки кома Поскольку мы покупали растения в Германии То они гарантируют качество очень высокое Поэтому приживаемость очень хорошая, высокая А наши питомники? Наши питомники в основном выращивают не очень крупный посадочный материал И в основном в контейнерах Вот, и поэтому, конечно, они тоже хорошо приживаются Но немцы владеют технологиями выращивания больших деревьев То есть вот этому дереву ему порядка 40 лет Соответственно, питомнику... Переехала из Германии в Беларусь Да, да, питомнику уже больше, чем 40 лет То есть это очень древнее старое хозяйство Сколько лет вот этой хвойной красавице тоже трудно сказать Ясно одно, счет лет идет на десятки Весьма непросто, я так вижу, определить всегда место, где будет расти дерево А что самое сложное, Юля? Самое сложное его транспортировать очень аккуратно и бережно Потому что это все живое и ветки И мы каждый раз просто посидеть просто можно Пока все это происходит, честно Очень все волнительно, очень эмоционально Но... Это пихта? Это ель сербская Да, она очень такая интересная Очень крона у нее такая плотненькая И красивая очень фактура кроны Да, при транспортировке, чтобы не повредить ветки Они все связаны Как теперь поднимать будете ее? Поднимать? Ну, несколько человек Может быть, попробуем экскаватором ковшом подтянуть на крюке ее и потом поднимем То есть проблем не будет? А вот, ребята, решили сами, посмотрите Ну, мы будем помогать Экскаватор, экскаватор Вот, все очень просто решается Посмотрите, что мне кульнулось только, пожалуйста Вот так вот, посмотрите, все и происходит Сейчас мы ее временно зафиксируем Припрем ком, чтобы он не падал Да, кирпич есть Забросаем его землей, прольем хорошенечко И уже потом, когда доберемся до места посадки здесь, уже тогда будем ее сажать В суете мы чуть не забыли о грабе Давайте к нему вернемся Ну вот, биты анкера, прошу вас вниз, Юля, я за вами Что теперь нужно делать? Теперь мы берем ремень, который мы должны затянуть Продеваем вот этот ремень в каждую петельку, которая у нас здесь образовалась Сюда Так, теперь через верх Вот этот край оставляйте пока В эту петлю Так Так, аккуратно ветки И еще в петельку Да, теперь еще в одну петлю Это мы будем затягивать для того, чтобы дерево в любом случае с комом не упало и держалось крепко, правильно? Да, то есть теперь вот этот вот наш ремень Слушайте, как вот это работает? А я думаю, что мы сами с этим не справимся, мы позовем на помощь кого-нибудь из мальчика На помощь, на помощь, скорее А, вот оно как хитренько Трещоточка А можно я попробую так делать, как вы? Это вот так вот делается? Просто вот так и тянется? Вот теперь уже укрепили, будет стоять надежно Все, теперь он натянут Ого, как туго, попробуй Угу, отлично И пристегнут теперь к земле, теперь его ни ветер не страшен, ничего не страшен И теперь его можно спокойно закопать Да, теперь мы закапываем яму, и система остается внизу И по мере того, как дерево укоренится и уже укрепится само Она просто перегниет и не будет мешать Закопать яму тоже не так-то просто Юля тревожится, землю нужно перемешать Насколько сложно руководить всем вот этим вот непростым процессом, Юля? Ну, когда одна бригада работает, то несложно Когда четыре и четыре единицы техники, то вот без этих штук не обойтись, без мастеров не обойтись Но самые главные сложности были впереди Кран подъехал сюда не случайно Вытащить дерево можно только с его помощью Сначала дерево аккуратно подтаскивают к центру фуры ковшом экскаватора Теперь нужно как следует закрепить растение Корневой ком очень тяжелый Пробуют поднять один раз Нет, ненадежно, продолжают крепить Работа не из простых, важно не повредить дерево И вот, наконец, получается Что за дерево сейчас мы здесь выгрузим? Сейчас мы грузим Ниваки из сосны черной Огромное количество лет Специально оформованной по европейской технологии Очень тяжелая, наверное Безумно тяжелая Ком более пяти тонн Колоссальный размер Но это ничего Дуб, который мы садили, вес ком был 11 тонн Вот, то есть грузили просто все технику Которая была на этом объекте Но ведь справились А что потом? Мы его вот отпаиваем Вот все это время Видно, что земля влажная Вот, водички ему хватает Вот, ну и, собственно, скоро уже начнется период сокодвижения Уже начнут распускаться почки В этот период важно обеспечить растению Нужное количество воды Конечно, мы будем делать еще профилактические обработки Для того, чтобы вот пока оно сейчас В немножко ослабленном состоянии Оно перенесло большой стресс, переезды, выкопка Это, конечно, колоссальный стресс для дерева Вот, немножко Профилактические обработки это какие? Помочь ему бороться с потенциальными болезнями и вредителями В том, что при должной заботе деревья приживутся, сомнений нет А старый новый дуб уже облюбовали местные птицы Смотрите после рекламы в программе «Дача» Что это вообще за необыкновенная герань? Это королевская герань А вот если уже такая к тебе попадает То будешь черенковать для того, чтобы таких гераний было много Для того, чтобы были пышные, красивые кусты Нужно его подрезать Один листик, второй, третий, четвертый Я заметила, что дачное увлечение сродни волнам Сначала ты увлекаешься хвостами А потом, например, твое внимание привлекают барбарисы И каждый раз хочется чего-то новенького, еще и еще Пытаешься умерить аппетиты, но это трудно Потому что это дача, это красота А растения такие разные, они притягивают Но, наверное, у настоящего дачника так должно быть Где раньше всего зацветают цветы? Например, здесь, в теплице дачницы Анны Шульженко под Бавруйском Питунью хозяйки загляденье Но сегодня мое внимание привлекли не они, а красавица герань Герань всегда была в моем понимании Это что-то вытянутое такое у бабушкина Но то, что вот такие красивые сочные листья, такие красивые цветы Эта герань такая же, обычная, как мы привыкли Да, обычная А как она у вас такая красивая получается? Надо правильно формировать После того, как череночек мы посадили И оставляем три листика и срезаем макушку Обрезаем И она тогда начинает ветвиться И дает первые бутончики Первые бутончики убирают для того, чтобы кустик разросся Герань – привычное название Правильно, растение называется пеларгония Оказывается, пеларгония бывает разной Это ампельная королевская А это зональная Все перечислять не буду Помимо формировки, я так понимаю, что дело еще и в почве А что это вот за блестящие такие крупинки? Вы ее на золоте выращиваете? Да, да, обязательно Сюда мы берем торф Кислотность торфа должна составлять 5,5-6,5 Это считается слабокислый торф В него добавляем немного песка и вермикулит А, то есть вот эти блестящие крупиночки – это вермикулит? Он идет как микроудобрение И накапливает в себя влагу, а потом, когда нужно, отдает Скажите, а по поводу полива Насколько герань прихотлива? Я знаю, что она, в общем-то, неприхотлива к влаге Как часто вы ее поливаете в тепличке? Ну, по мере высыхания, честно Ну, примерно? Раз в два дня, в три дня Когда такое зойное палящее солнце, то тогда мы поливаем где-то через день А когда пасмурные дни, можно и раз в неделю Сейчас весна, самое время черенковать герань Начнем с королевской Что это вообще за необыкновенная герань? Это королевская герань А вот если же такая к тебе попадает, то будешь черенковать для того, чтобы таких гераний было много Она хорошо себя чувствует? Не капризничает? Да нет Пеларгония королевская Отличается крупными цветками до полутора сантиметров в диаметре По внешнему виду цветки напоминают анютины глазки Нам надо сформировать с этого хорошее дерево Отрезаем лишнее Так Берем острый нож Ну, как его у нас не нашлось, лезвее сейчас Отрезаем Это уже не нужно, вот этот вот череночек Так Срезаем под нижним листиком Многие берут от ствола черенки, говорят, с пяткой Что-то я в своей практике не нашла там пользы от этого Они дольше укореняются и, как правило, меньше приживаются Это уже идет на выброс А здесь убираем нижние листики Оставляем столько, сколько нам нужно Так Вот так И вот эти вот маленькие тоже все снимаем Все общипываем Все общипываем, чистим И вот такой череночек Ложим на подвяливание Подсыхание на час-два Сколько он будет подсыхать? В зависимости от температуры В помещении, где это находится Потом обмакнем черенок в корневин и хорошенько стряхнем То есть, чтобы лишнего не оставалось? Лишнего не оставалось А почему? В инструкции сказано, что нужно делать припудривание Но в практике я уже пробовала всеми способами Если много будет корневина, приживаемость хуже И берем и садим в землю Этот череночек можно прикрыть на 2-3 дня с панбондом И все Тепличку на него не ставим Потому что под этим он загнивается Королевская пеларгония Настоящая аристократка Среди огромного разнообразия пеларгоний Причем черенковать ее можно Только так, а не иначе Поставить в воду Она просто сгниет Или не пустит корни Чтобы под видом королевской герани Вам не подсунули другую Обращайте внимание на листья У привычной герани они округлые А у королевской зазубренные Вот давайте покажем, что листья действительно разные Зональная, листок круглый, да? А королевская, у нее такой, знаете, как у землянички Можно перепутать Главное, не съесть герань Я знаю, почему козел в стихотворении Машака съел герань Потому что он подумал, наверное, что это земляника Зональная пеларгония хоть и выглядит проще королевской Зато здоровьем покрепче К ней можете применять любой из способов черенкования Берем маточник, это у меня, да? И выбираем ненужные нам ветки Или формируем так, чтобы куст был еще шире Вот смотрим, вот это длинный побег Так И мы его срезаем так, чтобы и осталось Еще кусочек, да? Чтобы отсюда пойдет, я так понимаю Формироваться Да, и отсюда пойдет, и снизу пойдет Так А этот вот мы подрежем Сделаем Череночек Череночек Подрезается, как правило, под листиком Оттуда потом Там больше питательных веществ, которые шли в лист Они пойдут на образование корня Немножко подсушиваем, час-два И потом ставим в воду То есть просто в водичку Оп Это один способ И существует другой способ А он будет стоять потом в водичке, да? В водичке И там укореняться И там образуются корни где-то По-разному бывает От недели до трех Для таких цветоводов, как мы с Юрой Этот способ самый универсальный Но есть и еще один Обмакаем в корневин Так И ставим в землю Делаем такую тепличку А этот способ не такой же раз, как мы черенковали королевскую? А чем он отличается? Это в тепличке, а та на открытом воздухе Крышку снимаем, чтобы она не задохнулась Вот это вот такая получилась тепличка Раз или два в день, как правило, утром-вечером Мы ее проветрим На 10-15 минут Начало цветения черенков Зависит от вида пеларгонии Зональные проявляют себя во всей красе Уже через 2-3 месяца А вот королевские зацветут только на второй год Размножение пеларгонии черенками Занятие несложное, попробуйте Прекрасно Ты попробуй, как говорится, очень вкусно Будто лист жуешь капустный Кстати, как они на вкус? Листья ни разу не пробовали? Мне нравится запах Многие говорят, что не нравится Я уже жду, чтобы быстрее Какой-то пошел урожай Потому что в программе «Дача» очень голодно Вот приходится брызть листья герани На рынке уже капуста Ну, тоже зелень Смотрите после рекламы в программе «Дача» Существуют теневые солнечные бегуньи Солнечные недавно появились в продаже Если на солнышке, то надо брать солнечную бегунью Это солнечная? Да По цвету видно Мы покидали Анну, но ненадолго Она еще не успела соскучиться Тем более, что скучать ей некогда С таким-то количеством работы Бегония, гвоздика, гацания, львиный зев, герань Чего здесь только нет А что вот это вот за красавцы цветы? Это вербена Вербена ампельная Она еще пока маленькая Но когда она берет свою силу Очень красивые пышные горшки И будет свисать вниз И будет свисать вниз Но для того, чтобы она стала такой Надо, например, берем горшочек Так И начинаем стрижку Вот, допустим, вот этот Он наклонился вниз Мы отрезаем вот этот Так Потом каждую веточку, что осталось Мы укорачиваем Сверху? Да И она пойдет ширь И вот это будет красивый пышный горшок Сейчас мы его А вот эту вы не укорачиваете почему? Вам жалко ее? Нет, нет, это еще молоденькая Ее тоже эту надо срезать вот так Ой И вот так Не надо жалеть цветочка Она должна разрастись И стать красивым пышным растением А можно я Юрия оставлю для того, чтобы взять ему эту вербену в петлицу? Вербена Непривередливый травянистый многолетник При должном уходе сохранит красоту до заморозков Какие характерны для вербены более всего? Вот красные, либо вот такие больше? У меня, наверное, 22 сорта Они разные бывают И от темных до светлых И белые Разные-разные Эту тоже надо Я не буду больше доставать горшки Потому что как только я достану какую-то красоту Вы сразу беспощадно это все обрезаете Этот стол стоит уже для стрижки Вот Тогда я знаю, что мы сделаем Давайте мы отрежем Ой, вот сюда Давайте мы еще отрежем одну И я буду плести для Юры венок Так, какой сюда цвет подойдет? Вишневый Вишневый, да? Вот этот Что-нибудь вишневенькое Вот Плесем Вот Дачное украшение из вербены Пойдемте ему отдать Я знаю, что цветы всегда украшают настоящего мужчину Нет, нет, это уже перебор Давай лучше в петличку Давай вот сюда Беспощадная обрезка только на пользу и не только вербене Вот, например, герань Этот череночек посажем Укоренился уже и пошел в рост Для того, чтобы были пышные, красивые кусты Нужно его подрезать Один листик, второй Третий Четвертый Над четвертым Подрезаем Над третьим, четвертым Это вот не нужно А вот это будет хороший пышный кустик Хорошо все делается вовремя Длинный дохлый кустик не наш вариант А вот еще какой секрет рассказала мне Анна Если ваша герань вымахивает вот такой вот длинной Она вам совершенно не нравится Можно весной взять и обрезать Вот видите пенечек Здесь был длинный стебелек Обрезать ее под самое основание И потом пойдут вот такие приросты И посмотрите, какой симпатичный кустик В теплице Анны все предусмотрено Столы сдвигаются и раздвигаются Дорог каждый кусочек пространства Еще бы столько цветов Я собираюсь прикупить бегонию Спрошу, на что обратить внимание при выборе цветка Прежде всего это надо знать, где вы будете ее ставить На солнышке или в тени Существуют теневые солнечные бегонии Солнечные недавно появились в продаже Если на солнышке, то надо брать солнечную бегонию Это солнечная? Да По цвету видно А если в тени, тогда можно брать клубневые бегонии Она еще не цветет маленькая Или элотиор, это корневые бегонии Вот такие вот Эти любят тень, но немножко и терпят солнышко Но такое вечернее или раннее утрешнее Это все кустовые бегонии, но есть и другие Есть бегонии ампельные, которые свисают Драгоны Вот это вот Иллюминейшин разных расцветок И Санта-Круз Я вижу, что те, которые ампельные У них более длинные листочки Более вытянутые С носиком Все это серии гибридов, которые различаются между собой высотой растения Размером цветка, окраской листа и сроком наступления цветения Одно остается неизменным Они очень красивы А как же определить, солнечная бегония Или та, что не любит солнце? Ведь не всегда же могут правду сказать Ну нет, так, честно говоря, и не определишь Вот я уже с ними занимаюсь давно, но не определишь Это надо просто на совесть покупать На совесть продавца Да, на совесть продавца Раньше я думала, что любая бегония уходит в спячку И ошибалась Оказывается, только клубневая Эти вот зелененькими остаются на зиму А вот эта уходит спать Клубневая спать ложится Клубневая ложится спать Но ее, если молоденькая, принудительно не надо отправлять Она должна сама захотеть Листики у нас становятся желтыми, хрупкими И по этим они начинают отламываться Куда поместить малышку? Что я делаю? Я оставляю в горшочке Или если она росла в грунте Тогда с большим комом земли Я в бумажные пакетики храню в холодильнике Как здорово, что сейчас весна И все цветы просыпаются Пока не будем думать о холодах За эту весну они изрядно поднадоели В воскресенье, 21 мая Посадки, поливы и подкормки не рекомендуется 22 мая, в понедельник Боритесь с вредителями 23 мая Прореживайте избыточную зависть на плодовых В среду, 24 мая Отличное время для прополки 25 мая Закладывайте компостные кучи Удобряйте садовые и огородные культуры 26 мая, в пятницу Неблагоприятный день для садово-огородных работ В субботу, 27 мая Ухаживайте за клубникой и бьющимися растениями Не знаю, как вы, а я сразу чувствую Мое растение или не мое Если мое, то расти будет обязательно Если не мое, то как не ухаживай, все равно будет каким-то авиалом Поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу Выбирайте свои растения Выбирайте свои культуры Главное, не бойтесь Ну, а мы вам поможем смотреть программу «Дача» по субботам До свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин